С ноября прошлого года в детской городской поликлинике работает кабинет неотложной помощи фильтр. Прием ведет врач-педиатр. С какими проблемами стоит обращаться в этот кабинет, узнаем из репортажа Екатерины Клемешевой. Спину Артем повредил на тренировке. Парень занимается футболом. Сразу попасть на прием к неврологу не получилось. Надо заранее брать талон, а очередь может быть длиной в месяц. Артема с родителями направили к дежурному врачу. К неврологу не попал, поэтому подошел в регистратуру, спросил, что мне делать. Мне сказали, обратитесь к дежурному врачу. Это тот же самый педиатр, который может заменить этого невролога. Конечно, удобно, когда ты к нужному врачу, к узкому специалисту не попадаешь. Есть такой доктор, который может их заменить. Конечно, хорошо. В детской городской поликлинике уже три месяца работает кабинет неотложной помощи. Его открыли специально для приема экстренных пациентов. У нас малыш заболел, и к обычному врачу надо брать талон и записываться. Сегодня с утра стало еще хуже. Мы не стали ждать, пока вы слышали. Услуга действительно уже стала популярной. Ежедневно сюда обращаются около 40 человек. Для сравнения, всего в регистратуру для вызова врача на дом поступает от 150 звонков. Появление детской неотложки, во-первых, может разгрузить участковых педиатров, а во-вторых, это удобная услуга. Поступает вызов. У ребенка температура 39. Участковый врач-педиатр не сразу может выехать на данный вызов. Мы предлагаем родителям, что у нас организован такой кабинет, если есть возможность подъехать сейчас. И мы можем посмотреть ребенка больного и назначить ему лечение и оказать экстренную помощь. Кабинет оснащен всем необходимым для первичного осмотра детей в назначении лечения. Есть кушетка и пеленальный столик. Предварительная запись не требуется. Экстренных пациентов в поликлинике принимают вне очереди. Сюда обращаются пациенты, зачастую с инфекционными заболеваниями, острые заболевшие, но которых, к сожалению, нельзя проконтрактировать с другими пациентами. Именно поэтому он и называется фильтр. Дети с острыми заболеваниями не ждут приема в общей очереди к участковому врачу. Таким образом снижается риск распространения вируса. Дети, впервые заболевшие, не контактируют с пациентами, которые идут уже на поправку и которым нужно просто либо долечь меня, либо выпуска. Кабинет неотложной детской помощи номер 100 расположен на первом этаже поликлиники. Прием ведет врач-педиатр по будням с 9 утра до 3 часов дня. Екатерина Клемешева, Алексей Орлов, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.